Объекты транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе остаются главной мишенью террористов в России. Об этом на совещании о транспортной и информационной безопасности в регионе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Одно из ключевых мер по защите всего транспортного комплекса – это создание специального подразделения по транспортной безопасности. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций». Не секрет, что в ЦФО – самая насыщенная в России транспортная система и самый большой поток пассажиров. Сами за себя говорят цифры. В округе 70 крупных железнодорожных узлов, 660 миллионов человек пользуются услугами РЖД, 19 аэропортов. ЦФО в лидерах и по общей протяженности дорог. Их более 300 тысяч километров. Все это создает определенные риски. «Мы идем двумя путями. Во-первых, это оснащение техническими средствами соответствующими, специальными средствами. Не буду о них рассказывать. Но и самое главное – мы рассчитываем на помощь населению, потому что профилактика – это самый важный вопрос. Внимательность наших граждан оказывает нам содействие. Я хочу сказать, что многие вопросы нам удавалось решить и предотвратить именно с помощью наших граждан». Говорили и про безопасность на дорогах в целом. По статистике число погибших на дорогах ЦФО в прошлом году снизилось, но количество аварий остается высоким. «Число погибших в ДТП сократилось на 12,8%. Фиксируется сокращение уровня криминальных правонарушений в области дорожного движения. Вместе с тем количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Только на пешеходных переходах в результате наезда ежегодно погибает до 200 человек». По словам Патрушева, уже сейчас налажено межведомственное взаимодействие по обмену информации о правонарушениях на дорогах и ДТП и организован постоянно мониторинг аварийно-опасных участков дорог. Вместе с тем имеется ряд недоработок. Это и недостаточное внимание организации контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, поддержания в удовлетворительном состоянии уличной дорожной сети и эффективному расходованию бюджетных средств, предназначенных на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Особое внимание – обеспечение безопасности перевозок детей. Не снижается уровень смертности в ДТП по вине водителей автобусов и растет число аварий, совершенных водителями нерегулярных маршрутов. «При этом особая обеспокоенность вызывает то, что такими перевозками продолжают заниматься физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров». Второй вопрос в повестке дня – информационная безопасность. Николай Патрушев заявил, что широкое применение зарубежного программного обеспечения и прочих компьютерных технологий в России ставит под угрозу информационную безопасность в стране. От высших должностных лиц субъектов Федерации, находящихся в пределах округа, требуется четкая координация процесса реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей. При этом Патрушев подчеркнул, что масштабные компьютерные атаки в мае и июне этого года на информационные ресурсы России продемонстрировали дестабилизирующий потенциал иностранного программного обеспечения.